Нарожная карта мер поддержек для молодых средств предприятий, создание цифрового двойникального особого помощника, организация горячей телефонной линии и интеграция ведомств в единую экосистему. К второй группе идеи мы отнесли автоматизацию внутренних процедур исполнения тех или иных указаний власти и переживая производство для этого центра. К третьей группе отнесли единый портал предпринимателей, индекс деловой активности и импутации, предупредительный характер при первом нарушении со стороны бизнеса и создание такого движения, как местные парсы. Четвертое – это развитие частных инвестиций и платформ для них, и, соответственно, сельхозкооперации и кооперация в других сферах. Пятая группа – это создание зеленого коридора, это создание условий для обид-решения внутренних вопросов бизнеса и связанных с властями. Можно уточняющий вопрос? Что такое местные парсы? Можно? Да, могу. Смотрите, вот эта идея с индексом доловой репутации позволит разным ведомствам не тратить ресурсы для оценки, их нужно оказывать меру поддержки или нет. При этом надо сделать инструмент открытым, то есть он будет публично. На основе открытого инструмента может развиваться тема с частыми инвестициями, когда люди друг к другу могут инвестировать в основе индекса, и развить тему, когда крупные госкорпорации привлекают МСП на основе того доверия, которое оказывается. Китайские варианта – это идея о том, что компании с высоким индексом должны получать приоритетную поддержку как драйверы экономики республики. То есть в мире это единороги, а в рамках республики это будут барсы. Вот эта идея проекта. Барсы в белочку. А четвертый, поясните, предложение непонятное. Четвертое – это как раз развитие частных инвестиций, это вот сюда у нас, а проверка четвертая неправильность. Ну это все тренинг. Ничего страшного, проходит. Четвертая – это была идея узконаправленная на сельхозсектор. Это развитие кооперации создания рынков сбыта для малых предприятий в сельхозобъединении, для того, чтобы получать сельхознение. То есть это сельхознение направлений, которое… Ну это пример сельскохозяйства – это один из примеров. Это может быть метод направления, это может образование. То есть это кооперация МСП для получения каких-то совместной работы и создания рынков сбыта для этой группы МСП. А зеленый коридор? В зеленый коридоре идея заключается в лоуме. Слово, словно. Давай, да. По зеленому коридору – это самая конфликтная ситуация. Группа меня не поддержала. Это самое конкретное решение идеи. Я предлагаю сделать следующее, что должна быть альтернатива при согласовании разрешительной документации любой. То есть, допустим, аналог загранпаспорт. Вы можете его сделать за один месяц, вы можете сделать его за пять дней. Соответственно, это уберет коррупцию и полностью сделает прозрачным получение любой разрешительной документации. Это не значит, что тебе ее дадут положительную. Но тоже КФСУ, разрешение на строительство, соглашение о разрешении органов обеды можно получить гораздо быстрее, но за деньги. То есть, для этого нужно ввести дополнительных сотрудников. Понятно, что будет нагрузка на штат, на имеющийся, но их можно материально стимулировать, потому что многие готовы поработать дополнительно во внеурочное время или в выходной день. Но это возможно, потому что это уберет коррупцию и не в КТС. Мы перегруппе как раз против этого. Да, и не слово. Да, и не слово. Правильно. Так, давайте в такую подгруппу послушаем. Отлучим сейчас, Риан, сейчас озвучим те идеи, которые не были уже озвучены и обозначены в первую подгруппу. Мы предлагаем сократить административную обеду в получении государственной поддержки, упростить отчетность или хотя бы сделать четкие инструкции, что должна содержать отчетность, как ее сдавать, создание современных каналов распространения информации. Это чат по телеграммам, например, бизнес-чаты. Создание бизнес-навигатора по программам государственной поддержки. Создание экспертного органа или экспертных муниципальных образований, которые могут, то есть, это квалифицированные кадры, которые могут подсказать, какую государственную поддержку может получить тот иной предприниматель, подготовить ему документы и отчетность по итогам. И также реализация государственной поддержки по банковскому каналу. Единую программу господдержки убрали? А у нас на первой... А Единую программу есть такая уже, это Гарфонд этим занимается? Ну, ведь не все знают. Все знают и проблемы, что не все знают. Идея несколько шире, чем Гарфонд. Да, лишь шире Гарфонд. Ну, нет, вот идея в части единого кредитного брокера заключается в том, что неквалификация документов. То есть, предприниматель работает не с каждой отдельностью каждого банка, а только с одним кредитным брокером, который говорит, вот такие документы нужны, я рассылаю такие для банка. Именно это занимается Гарфонд и Единая Центра Крепитования. И рассылает по всем банкам. У каждого банка свой индивидуальный пакет, своя работа в дальнейшем предпринимательстве. То есть, Гарфдиный фонд дает пул клиентов, он лиды дает только. Лиды по клиентам дают. А дальше же банк работает с данным клиентом по своему, по своим правилам и так далее. А если речь такая идет, то, что, ну, к примеру, всем доступно, да, когда вы приходите в этот салон, у вас ваши данные отсылают с ним сразу несколько банков. И все, вы с банком никак больше не контактируете. Одобрение таких-то банков было получено. У них, у Гарфонда, есть ЕЦК, которые занимаются точно вот этим. Они получают единый пакет и сами отсылают во всем банкам, получают от них решение и дают спектр решений. Терризонный вопрос. Заправление Акбарского банка, главный банк. Я в этом не знаю. ВВД-2. ВВД-система сбоит, либо она не работает вообще. Либо она не доходит до такого уровня. А сейчас мы начнем согласно работать или нет. А с кем она еще может работать? Господдержка не оказывается через это. Только запрос кредитно-финансированный. А здесь об оказании господдержки в том числе. А вот можно вопрос задать к вам? Вот первый пункт сокращения административных барьеров. То есть это упрощение процедуры получения мер поддержки? Это будет про этот пункт или про что? Это упрощение, да, получение мер поддержки. То есть какие именно административные барьеры вы что имеете в виду подать? Ну, например, то же самое, что про зеленый передок сейчас позвучало, что сократить время вот это все, да? То есть зеленый подрок, в общем, за деньги можно быстрее сделать. И всем понятно. Если можно делать быстрее, надо делать быстрее. Вопрос даже не нужно поддерживать. Надо сделать так, чтобы всем было хорошо. Надо создать экосистему. Не надо выбирать лучших из лучших. И точно их тянуть за уши. Надо сократить порог входа, админ барьер для всех в целом. Ну, постараться. Но это не сюда, потом мы уже решили просто написать. Коллеги, а можно вопрос? Вот мысль возникла сейчас, да, к, наверное, государственным органам, которые господдержки предоставляют. А возможно ли, например, какие-то виды государственной поддержки спустить вообще на уровень милиции предетов? Да? С бюджетом вместе? Да. Уже была такая партия. А визыграл, ну, 17 лет, да? Какая? И что успешно, успешно? Ну, я считаю, что успешно, потому что мы уже с вечерей, на лобове за каждого, понимаете. Вот сейчас отчетку сдали, у вас везде порядок. А когда республика отвечает, мы так не относились. Может быть, нам тоже, прошу, директору смотреть? Возможности. Да, у нас лишняя нагрузка, но за то мы более уже... Ну, муниципальный характер, да, кстати, не сказали. Муниципальный характер господдержки, да? Давайте включим. Что касается на территории, чем сама территория, чтобы люди приближаются? У меня хотел переформулировать, тоже такая идея родилась. Назвать это дать право гарантии муниципалитетам. Что касается работы с банками, что касается господдержки. То, чтобы муниципалитет мог поступать гарантов, рекомендантам, и это слушали, по крайней мере, тем, что распоряжается субсидиями. То есть, люди, может быть, министерства, это может быть банки и так далее. Может, что-нибудь там письмо от сполкового министерства может быть... Коррупциума, это... Почему? Нет, нам и на чему другому нет. Мне кажется, лоббизм в здравом смысле это нормальные функции муниципалитета. То есть, вы уверены, что он реализует, что он деньги туда потратит? Вы ему помогаете? А? Где город? Что потратит? Нет, муниципальные гарантии, там, вот, бюджетов кодексу. Нет, вообще, как в гости есть. По факту, на кредельные потолки, по критерику, где все достигнут. Менфин запрещает. И бюджет же должен иметь какие-то дополнительные доходы для того, чтобы, значит, гарантировать? Нет, здесь нет, это не пройдет. Вот если гранты на окре муниципалитета... Давайте запишем это как бы. Потому что гости есть. Если появилось, то это может быть стать... Ну, там, короче, какие вещи, то что там... Конечно. А вот еще можно, как вопрос, пока пишут, да, кто-то, когда позвучал. Мы все знаем, что у нас наиболее проще собираем налоги, это налоги с оборотов, да? То есть наиболее просто собирать, просто прочее учитывать, считать и так далее. А если субсидии тоже привязать к оборотам? То есть у нас субсидии сейчас привязаны либо фиксированную сумму, гранат на какое-то направление, либо возмещение процентов ставки и так далее. То есть привязан к какому-нибудь банку сумм кредитов. По сути дела, это не зависит от деятельности, которую мы хотим субсидировать. Не от того, чтобы кредит взял, а от того, чтобы он привел вот эту социальную продукцию и так далее. Какую-то деятельность развивал. Это программа поддержки единого для всех. Что? Это программа поддержки. Завод программы поддержки для всех уровней. Да, через имя, то есть получал как некую форму кэшбэка от оборота. То есть прямое субсидирование кэшбэка не по кредитам и так далее. Нужный кредит он взял, не нужен взял, привязал продукцию. У нас с вами получилось 13 идей, сейчас я каждому сдала партнер стикера, вам сейчас нужно проголосовать за 3 идей, просто прям стикер. Мы вот выделили первое, это объединение создания навигатора, второе, цифровизация, да, мы перешли в производство МПЦ, индекс сирпозитации, малосредственных драматчат, инвестирование, сельхоз, кооперация и создание зеленого коридора. Это шесть. Седьмое, сокращение админбарьеров, упрощение отчетности, восьмое, создание современных каналов, хранение информации, девятое, создание бизнес-навигатора, создание экспертного органа, который будет помогать реализации государственной поддержки по банкам. В последнюю, сейчас она родилась, сидели, передача полномочий, но будет в своем уровне. Все встаем и голосуем, ставим просто полномодий, стикер, по одному, сейчас я, у вас за 3 идей только голосуют. голосуют за свои, да? Нет. Вы команда родная. Я заседнула повтор. Все республиканские сюда приходят в новую цепь. Три стикера можно на одну идей срок? Можно. Ну, желательно. Можно? Ну, тогда хотя бы два. Два-два-два или еще кому-нибудь. Потом я все посчитаю. Кто проголосовал, присаживайтесь, пожалуйста. У нас на этом работа в группах заканчивается? В группах? Да. Подгруппа. Сейчас другая подгруппа, да, все верно.